Шумеры – народ, живший в долине рек Тигр и Ефрат много-много тысячелетий назад. Учительница начальных классов шестой школы Наталья Борискова уже познакомила своих подопечных с традициями этих весьма необычных людей. Поэтому в центральную детскую библиотеку второклашки, откуда они должны были отправиться в Южную Месопотамию, пришли не с пустыми руками. Знакомясь с первой цивилизацией, они изготовили поделки. У нас в основном большой интерес проявили мальчики к тому, что когда мы говорили об изобретении колеса, то им захотелось сделать первые повозки «Шумер». Они предложили сделать повозки, мы поддержали их идею и стали изготавливать повозки. Девочкам больше, конечно, понравилась скульптура «Шумер», тем более они такие были необычные, с такими большими глазами. В центральной детской библиотеке ученики шестой школы продолжили изучать культуру и быт древнего народа. Они спроектировали систему оросительных каналов, которые пользовались «Шумеры», познакомились с богами, в которых те верили, побывали в первой в мире школе и, разумеется, попробовали писать на глиняной табличке. По-моему, «Л» нарисили. «Б»! «Б»! «Гадали, ребята?» «Б»! В развлекательной форме о серьезных вещах второклашкам рассказывает библиотекарь Ирина Лопато. Из-за множества источников она выудила необходимую информацию и адаптировала ее для детского восприятия. Мы проводим вообще мероприятия по мифологии. Ну, это, как правило, греческая мифология, ну или, в крайнем случае, мы однажды проводили уже египетскую мифологию. Это, ну, более распространенные такими темами, они более простые, по ним можно почитать книги детям. Сейчас мы проводим эксперимент. Мы хотим начать мифологию с самого начала, то есть с чего она начиналась, с самые древние источники. Вот. И надеемся, что детям это тоже будет интересно. И урок детям понравился. Некоторые из них даже попытались решить загадки, которые окружают шумеров. Так до сих пор ученые спорят о происхождении этого народа. Свою теорию ученым-мужам предлагает Марк Панченко. Мальчик считает, что шумеры – это жители другой галактики, переселившиеся на планету Земля. Все были такие умные. Но потом, когда начала пребывать вода, некоторые погибли. У многих была потеря памяти, а некоторые спаслись, не потеряв вообще памяти. Ну, у тех, у которых была потеря памяти, они тоже спаслись, но просто как бы начинали заново жить. Вот. И вот те, у которых осталась память, они это были как раз шумеры. Марк Панченко и его одноклассники продолжат изучать мифологию в следующем учебном году. Им предстоит выяснить, как жили древние греки и славяне. Но после столь глубокого экскурса в историю, традиционные знания наверняка дадутся им легко. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин